Подводя итоги 2022 года, министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Калмыкии Виктория Мангутова рассказала не только о достижениях Министерства за прошлый год, но и поделилась приоритетными планами на 2023. Будет запущена новая программа переселения из аварийно-жилищного фонда. Это 47 домов общей площадью жилых помещений почти 47 тысяч квадратных метров. И проживает в таких домах 2400 человек. Это очень большой аварийно-жилищный фонд, поэтому задача перед нами стоит очень серьезная. Впервые за последние десятилетия будет запущена программа модернизации коммунальной инфраструктуры, в частности линейных объектов. Проблему изношенности коммунальных сетей все регионы поднимали неоднократно, а Республика Калмыкия больше всех, наверное. Потому что тех средств, которые коммунальные предприятия, органы местного самоправления, правительство выделяет из республиканского бюджета, их не хватает на замену изношенных сетей. И правительство Российской Федерации, Минстроя России, они поддержали регионы. На ближайшие два года, 2023 и 2024, будет выделено 520 миллионов рублей. Мы их направим на модернизацию объектов водоснабжения, именно на те участки, где износ самый критический. О планах в сфере здравоохранения на 2023 год озвучил и профильный министр Булат Сараев. Безусловно, это контроль за теми объектами, которые у нас строятся и в рамках индивидуальной программы развития Республики Калмыкия. Это госпиталь ветеранов-воин. Напомню, уважаемые земляки, стройка началась в начале 2022 года. Также у нас начато строительство поликлинического отделения Городовиковской районной больницы. У нас заключен контракт Минстроем Калмыкии по разработке проекта и строительству Приютницкой районной больницы и капитальному ремонту поликлинического отделения Вестинской районной больницы. Продолжение следует...